Лукавство в современном обществе Дух лукавства Думаю, наверное, не столько в обществе И для разных обществ существует просто наличие этого духа в воздухе Для того, чтобы человека от зла, вернее, от добра отвратить козлу Только всего Это же не прямая ложь Хотя приходится иногда видеть, что человек, обличающий другого во лжи Сам периодически в нее впадает Почему? Потому что констатация этого факта в человеке Приводит к пониманию того, что внутри меня это тоже есть Если человек это не понимает Через некоторое время Господь ему это показывает Ты сам делаешь то же самое Может быть, в другой форме И когда человек начинает говорить Вернее, или поступать Не так, как хочет Бог То человек начинает обличать совесть А чтобы его совесть не обличала Он начинает придумывать себе Всякие способы и возможности Обойти какие-то явления или события И получается, что он, оправдывая свой грех Совершает не прямую ложь А какое-то такое косвенное Или такой хитрость или лукавство Наверное, сложно будет эту аллегорию понять Если не привести какой-то конкретный вопрос Ну, знаете, очень часто дети Детям, взрослые папы и мамы Начинают говорить какие-то вещи Которые связаны с неправдой Вот, хитрят И пытаясь отвратить человека От какого-то поступка или безобразия Но, в конце концов, попадаются на то Что дети видят, как они то же самое делают И потом появляется явление Которое, если взрослым можно То мне можно тоже Только при определенных условиях Каких? Ну, если вдруг взрослые не винят Или если вдруг взрослые Не догадаются, не знают То значит, в принципе, можно Это, наверное, сложная схема Но лукавство, оно появляется в человеке Тогда, когда в человеке нет комплекса правильности Вы знаете, я же вспоминал, что нам разрешают Читать Библию в тюрьмах Но не дают ее читать в школах Если бы нам давали читать ее в школах Может быть, не пришлось бы читать ее в тюрьме Вот вспомните, пожалуйста, Достоевского Вспомните о преступлении и наказании Кто может сказать Раскольников был церковным человеком Кто может сказать, что он исповедовался Причащался, в храм ходил Такого мы в произведении не читаем Он даже потешался над своей набожной сестрой Но вспомните Его совесть До чего его довела До того, что он пришел И в пыли каялся Вспомните На него смотрели, как на дурака Там пальцем виска крутили Но, тем не менее, он Раскаялся В чем? В убийстве И при том, что у следователя Не было никаких улик Никаких доказательств Комплекс правильности Сделал свое дело А в связи с чем он возник в человеке? В связи с тем, что раньше В нашей школе Постоянно читали Святое Писание И хочешь, не хочешь А в человеке Формировалось понимание Вот этого состояния Состояние правильности Или праведности Да, на Святой Руси Не все были святыми Но те, кто не были святыми Планка стремления Была очень высокая И все свои неправильные поступки Они осознавали И понимали Понимали Во-первых, в чем надо каяться А во-вторых, понимали Что все мое Оправдание себя в поступке Или в проступке Является ничем другим Как форум и лукавство Когда мы зло изображаем С доброй стороны Когда мы смотрим Всяких шреков Вот Или какие-то произведения Которые связаны с тем Для детей В частности Связаны с тем Что нам преподносят Зло в виде добра Это ничего иного Как форма лукавства Форма лукавства Которая в конце концов Даст человеку Не просто Возможность Обойти праведный поступок Но совершая прямой грех Говорят Это не грех Это форма праведности Это Это Форма существования Которая имеет место быть Так можно дойти И до Связи непотребных Между людьми Это можно дойти И для того Чтобы человеку Одному Кушать другого человека Но при наличии Специфических Специфических условий А что бы не съесть Другого человека Так что Каждая Маленькая ложь Приводит нас К привычке В конце концов Набирая большие обороты Приводит нас К пониманию того Что можно Обойти Установку Поставленную Установленную Богом И совершить свой Непотребный поступок Самому себе Объяснив Его причину Вот я думаю Что Лукавство Это Дух лукавства Это дух Представления Зла В виде добра Аминь Дух лукавства